А сейчас вы узнаете, какой из этих французских коньяков лучше. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на канале Ниндзитские забавы. И сегодня у нас завершающий цикл сравнения. Все-таки мы дошли до того момента, когда мы сравниваем Курвазье, так сказать, последней популярности из Большой Четверки, с Мартелем, третьим по популярности из Большой Четверки, но в то же время моим любимым на данный момент самым молодым французским коньяком. А Мартель, это звучит поинтереснее, когда ты по нему послучал. Здесь два, а здесь... Да. Ре, наверное, ну или ля. Ля, скорее. Вот такой ля-ля. Перкуссия. Что хочется сказать? Ну, давай о бутылках сразу. Решим, так сказать, вопрос. Если говорить давай не только о бутылках, еще и о коробках маленько поговорим, так как они... Что мне, в принципе, вообще нравится, опять-таки, во французах. В Большой Четверке. Да, в Большой Четверке. То, что они преподносят свои продукты элитарно, понимаешь? Когда ты продаешь, опять-таки, в такой вот, например, да, красивой коробке. Ну, на мой взгляд, не самый лучший, честно говоря. Но все равно, когда красивый, это, блин, уже рождает некое ощущение, что ты взял элитарный напиток, понимаешь? И у тебя уже складываются призятые мнения за этого. Ну, опять-таки, хочу сказать то, что на самом деле такая неплохая у них получилась коробочка. Красивая, с орнаментами, плотно, да. Плотный картон. Вообще качественно. Вообще у всех, получается, французов используется качественный плотный картон. У всех французов Большой Четверки хорошие картонные плотные коробки. То есть, если брать те же самые даже из Кореи, даже, вот как мой любимый Диорс взять, даже в двенашке у них используется шерпотреб какой-то. Да. То есть, какой-то картон. Да и у этого тоже, вроде как, не очень такой картон у Тамна Улина. Ну, поплотнее, конечно, но все равно. Ну, у Тамна Улина тоже. Ну, не такого качества. Ну, на мой взгляд, мне больше приглянулась бы бутылка Курвазье. Во-первых, ну, она, конечно, опять не типичная. Она такая, знаешь, фляжка. Ну, типичная для Курвазье. Не совсем типичная для, мой взгляд, французов. Тиснение вот этого, то есть, и некий вот такой вот. Ну, мне вот этот значок напоминает какого-то, опять-таки, француза шляпой. Это Наполеон? Точно. Ну, я, кстати, еще в прошлый раз вам говорил, что да-да-да, я никогда бы не догадался, что это Наполеон. Вот именно, это вот шляпа, его это рука здесь, скажем так, фирменная. Выглядит он, не сказать, что прям он своей роскоши там особо выбивается, да. Симпатично, я вот так сказал. А мне нравится Мартель, бутылка. Мартель, как вы знаете, мне вот форма бутылки не больно нравится, но этикетка нравится. Этикетка нравится, довольно-таки так симпатичная, но вот форма бутылки. Мне нравится форма бутылки, потому что отрезатели коньяков, независимо от их там статуса, все пытаются как-то вот сделать вычерстку, старинность какую-то. А эти нет, наоборот, модерновая такая. Ну да, да. Это такая, знаешь, вот именно стиль модерн больше. Да, они пытаются себя там что-то как-то там, какую-то старину себе придать. А вот именно такая. Мы продаем продукт, а не бутылки. Элитарный напиток, с одной стороны, мне кажется, и бутылка должна. В этом и есть какая-то своя прелесть. В этой бутылке тоже такой бочонок цилиндрический. Ну, не знаю, если говорить о бутылке, эталон, все-таки, на мой взгляд, это Хеннесси. ВС. Да, ВС. Это то, что вот именно, не знаю, француз с французом. Согласен. Мне тоже очень нравится ВС. Мне нравится. А вот все, что здесь представлено, это, знаешь, ну, на любителя, возможно. Ну, так себе. Ну, и сегодня у нас самый старый представитель большой четверки. Точнее, ну, самый бренд с долгой историей. И самый молодой представитель большой четверки. Естественно, мы уже провели тесты, скажем так, обзоры, где мы рассматривали Курвозье. Сравнивали и с Хеннесси, сравнивали, и с Рами Мартан мы сравнивали. Ну, пока как бы все закономерно, на самом деле. Пока он всем проигрывает. Да, пока он всем проигрывает. Пока он законно занимает свое четвертое место. Да, да, да. Ну, такая, знаешь, деревянная медаль у него пока имеется. Если вдруг, если вдруг сегодня каким-то чудом получится так, что он победит лидера, да, допустим, который занял законно, причем, первое место. То есть, действительно, это было, ну, насколько я помню, разница не была такой, конечно, большой, возможно, но он четко занял первое место. И если вдруг он окажется лучше, скажем того, то тогда... В смысле, Курвозье окажется лучше? Да, Курвозье лучше Мартеля. То тогда закрадется некая тень сомнения, что возможно, что все возможно. Возможно, все возможно. Да, да, да. Ну, давайте, господа, не будем гадать. Давайте нальем напитки и приступим уже непосредственно к делу. Ну же, господа, напитки налиты. Я думаю, бесполезно спрашивать о твоих ожиданиях, да. Конечно же, я делаю ставку на Мартель. Я считаю, что он лучший среди ВС. Ну, мало ли, а вдруг... А если как бы иначе, значит, мы подтвердим. Ну, и об истории тоже, наверное, говорить не будем. Мы говорили о ней в других роликах. Смотрите другие ролики. Краткая историческая справка, так назвал. Да, да. Самое честное слепое сравнение. Мы не знаем, кто есть кто. У нас есть только номер один и номер два. Вы, в свою очередь, уже знаете, кто есть кто. Критерий, аромат, вкус. Напитки подышали, постояли. И мы, в принципе, уже готовы приступать. Представитель номер один. Аромат. Моя любимая Франция. Сразу знаешь. А почему именно французы? И вольсы Шуберта, и вкус французской булки. Сам прикол. На том и этом свете буду вспоминать я. Как упоительные в России вечера. Я вот, знаешь, гадаю. Почему именно только Франция занималась производством? Ну, винограды только во Франции растет. То есть Италия, Португалия. Они же, в принципе, тоже вполне могут, наверное, себе это позволить. Те ребята, я думаю, были более, так сказать, предрасположены к производству вина. То есть они как-то с покон веков начали вино производить. Это приносит им неплохие деньги. Смысл перегонять. Ну, да. А так как у французов растет больше кислый виноград, ну, и вино получается более сухое. Сухое вино, сам понимаешь, любят только ценители. Основная масса все-таки любит больше сладенькие вина. Ну, вот именно... Сладкие, полусладкие. Именно ценители предпочитают в основном сухое вино. Ну, да, да. Поэтому, я так понимаю, и решили французы перегонять. Плюс Франция все-таки более холодный регион в основном. Угу. Вот, и все-таки... Надо обогреваться. Я не уверен, что какая-нибудь та же Италия, допустим, да, по производству вина будет, ну, выше Франции. Думаю, французские вина переплюнут итальянцев. Почему они не занялись перегонкой? Вот в чем вопрос. Как я считаю. В той же самой Италии, Испании, так скажем, там даже если вот брать какие-то коньяки ихние, ну, бренди, так называем, они все равно более сладкие, да? Возможно, ну, просто по качеству не получается сделать так французам. Ну, да, да. Нет, я даже не то, что даже качество меня... Понимаешь, когда-то же кто-то же начал, грубо говоря, вот во Франции, да, допустим, именно в 18 веке появились те люди, которые начали производить коньяк, грубо говоря, да, и обширно его распространять по всему миру. Просто на это звание претендовало вполне, я говорю, могла быть, это и Италия, и Испания, даже, возможно, Португалия. Ну, Португалия, я говорю, это, конечно, я вообще, наверное, приобрел зря. Больше на Испании и Италии, как минимум. Французы заняли какую-то нишу, да? Ну, с другой стороны, на производство бурбонов много кто мог претендовать. На бурбон вообще хоть кто мог претендовать. Но, тем не менее, это Соединенные Штаты. Ну, да, да. Ну, я думаю, это, возможно, какие-то тонкие исторические там нюансы, поэтому не стоит вдаваться. Поговорим лучше об аромате. И аромат у первого представителя просто шикарен. Четкая французская тема, которую я люблю. Это сухое вино, это легкая сладость сухофруктов, это сырость вот этих вот подвальных помещений, это вымоченное дерево, вымоченный дуб, вымоченная вот эта вот бочка. Терпкий такой прям. Терпкий аромат, да. Шикарный аромат. Шикарный. Ну, я в целом с тобой опять-таки соглашусь. Добавлю только, что здесь опять-таки присутствует некая парфюмерность у данного аромата. Он такой, знаешь, маленькая даже. До сладости сначала маленькая, ну, как-то жестковат что-ли, слеганца. И вот эта жесткость опять-таки рождается некой парфюмерии. В целом, соглашусь, ну, такой хороший. Очень приятный. Коньячный, да. Очень крутой аромат. Замечательное дерево, замечательный виноград. Виноград спелый, сладкий. Спиртозности практически вообще не ощущается. Не ощущается, да. Несмотря на то, что это ВС, молодой коньяк, не ощущаю никакой спиртозности. Ощущаю вот именно раскрывающийся приятный аромат. Ну что ж, будем переходить к представителю номер два. Аромат. Представитель номер два. Он, я тебе скажу, недалеко ушел. Единственное, в нем меньше парфюмерии, но также присутствует вот это вот сухое вино. Возможно, не такое вымоченное дерево. Профиль, вот именно профиль аромата. Довольно-таки схож. Ну, во-первых, это более тонкий аромат, могу так сказать. Да, потоньше, потоньше. Потому что насыщенности здесь гораздо меньше. И здесь очень, ну знаешь, во-первых, здесь нет парфюмерии, то же самое, характерно для первого. Здесь именно больше сухого, кислого вина какого-то, знаешь. Он не такой сладкий, как тот, но более свежий. Более свежий аромат. Тем не менее, в нем присутствует вот этот винный погреб, вот это вот подвальное помещение. Присутствует, да. Но здесь именно тема сухого вина, мне кажется. Вот именно аромат, знаешь. И действительно, той бочки, в которой, я говорю, стояло вино, бочку вскрыли, перелили, постояло это все в погребе, еще не подсохло, грубо говоря, да. И вот аромат вот этой какой-то винной бочки больше, по мне. Бочку вскрыли, перелили, тебя туда посадили. Да, да, да. Ну, давай. Ну, рейтинги. Ну, второй представитель попроще будет, на мой взгляд. Вот в плане сложности именно, разносторонной, разносторонности. Ну, у меня, безусловно, в данном случае представитель номер один – это первое место, представитель номер два – это второе место. Соглашусь. Первый все-таки поинтересней. Во-первых, насыщенней, интересней. И те же самые нюансы, которые присутствуют у второго, плюс он дополняется какими-то вот парфюмерными вещами, какими-то, так сказать, более интересными нюансами. То есть у него более, так сказать, вот если сравнивать, да, два бриллианта. Один огранен, как, допустим, шестиугольник, а второй прям много-много всяких разных границ. Вот все-таки первый, он более интересную огранку имеет. И, соответственно, на цвету этот ограненный бриллиант, он будет играть разными цветами, понимаешь? Переломливает больше света и, соответственно, радует глаз больше. Я с тобой согласен, да. Второй гораздо проще и тоньше. То есть у меня рейтинг с тобой солидарен. Бьется. Да. Ну что же, господа, будем переходить непосредственно к самому главному, интересному – это вкус. Представитель номер один – вкус. Очень мягкий в то же время. Кислый виноград. Дальше раскрывается сухим вином. Дальше раскрывается такой вполне себе лояльной к себе деревяшкой, которая таким легким шлейфом проходит. Такое согревание, знаешь, мягкое. Это оно тебя так теплой рукой гладит. Вот так вот это могу назвать. С маленького глоточка. Ну, с леганца кофейный. Вот так вот еще. Да, есть какая-то легкая кофейная салсможна. Ванильный с кафейной. Да, да, это вот что-то такое общее. Соглашусь. Давай большого как сделаем. Глоток побольше? В большом глотке на языке вяжущее дерево появляется. Причем такое, знаешь, мокрое вяжущее дерево. Вот прям в вине вымочили вот эту вот дубовую деревяшку. И прям ты к ней приложился хорошенько. Какой шикарный вкус. Дальше при сглатывании вот идет именно такое, знаешь, сухое вино. Именно начинает вот лезть какая-то вот этот вот легкий такой, знаешь, парфюм. Таким нюансом. Нюансы чернослива. Именно вот такие терпкие. В то же время есть какая-то, знаешь, сладость. Но сладость такая не яркая, а непритерная абсолютно. Вот она там есть, вот ты ее чувствуешь, но в то же время она... Не выпирает это, не первое. Не перетягивает на себя такого внимания. Шикарный, шикарный опять-таки напиток. Бомбический коньяк. Хорош, хорош, очень хорош. Во-первых, хочу сказать, что он опять-таки тебя встречает сначала легкой жесткостью. Ну, когда именно на языке, он сладкий. Он именно вот, знаешь, сиропно-карамельно-сладкий. Вот как-то вот так. Потом при сглатывании на гортане сначала легкая жесткость. Сначала тебя встретило. Вот про парфюмерию я хочу сначала, что, в принципе, на вкусе тоже отражается. Сначала жесткость тебя встречает, а потом на шлейфер. А вот человек, вот ты рядом, оно сначала такое жестковатое, знаешь, вот именно. Брутальное какой-то степени. Он уходит вдаль, остается сладкий шлейф. То есть этот шлейф остается сладкий прямо. Здесь похоже именно во вкусе. Сначала жесткость какая-то встретила именно. И тут же ушла именно такую, знаешь, какая-то вот изюмистость, наверное, виноград. Он здесь не... Ну, вот во вкусе карамель какая-то, значит, сироп и изюмистость какая-то. И терпкость каких-то виноградных косточек, что ли, вот это вот тоже присутствует. И она приятно перетекает, какую-то легкую, как сказать, слоноватость, что ли, вот контраст какой-то появляется. То есть, когда только сладко, это слишком выпирать начинает. А за счет того, что это перетекает, какую-то слоноватость, это сбалансировалось все вместе. И всегда рядом присутствует вот это дерево. Дерево вот именно вымоченное, вот как ты и рассказал, как вот в аромате было. Вот эта бочка, она и во вкусе присутствует, и замечательно прямо отдает. По поводу вина. Винная тема, мне кажется, даже больше на послевкусие раскрывается. Изначально это было вот что-то такое сладкое. То есть, а потом оно начинает играть какой-то сухостью. Вот именно после раскрытия дерева, где-то на послевкусие, это именно, то есть, вот именно сухое какое-то белое вино, полусухое, наверное, какое-то. Потому что суша, но не кислое. То есть, оно играет и кислыми нутками, и сладкими одновременно. То есть, это вот именно какой-то контраст, он вот так вот так вот так вот и дальше течет. Ну, приятно, очень приятно. Причем, очень длинный шлейф послевкусие вот тянется до сих пор, по сути. И прогрев, который вот вначале был, ну, сейчас, конечно, ушел. Но вначале, ну, сколько времени? Держал тебя, в принципе, долго. Замечательный, замечательный коньяк, конечно. Давай, смотри. Представитель номер два, вкус. Ну, вот на маленький глоточек сразу могу тебе сказать. На языке сладкая кислинка, такого, знаешь, полусладкого вина. Опять-таки, какие-то виноградные брызги в этом всем проявляются. Дальше переходит, несмотря даже на маленький глоточек, в такое достаточно жесткое дерево. Не вяжет, но, тем не менее, оно дает о себе знать. Прям, ну, как сказать, я здесь прям, ну, один из лидирующих представителей. Если у первого винограда было мало, здесь винограда прямо много. Это прямо зрелый виноград. То есть, вот именно переспелый, вот прямо сладкий виноград. Да, да. Это много прямо здесь. Брызги есть такие. Да, да. Вот это впечатление у меня, вот которое... А так, в принципе, знаешь, здесь тоже есть легкий намек на парфюмерность. Ну, как бы, это больше, конечно, намек, но она тоже присутствует. Но это пока маленький глоточек. Да, да. Ну, и дерево. Дерево, конечно, на мой взгляд, здесь маленькое, более ярко выраженное, чем в первом. Давай глоток побольше сразу. Вот, несмотря на все нюансы, которые здесь есть, и сладкий, и вот виноград, и, так сказать, легкая парфюмерность, но здесь все-таки дерево – это основное, так скажем, что есть во вкусе. Вяжет. Да, прям вяжет. Если у первого представителя оно вязало только на языке, а потом переходило в какие-то интересные грани, то здесь оно, вот это вяжущее дерево, прям на протяжении всего, так сказать, вкуса присутствует. Это дает кофейность еще причем тоже. Да, ну, впоследствии, да, оно переходит в кофе, но, тем не менее, присутствуют и кислые какие-то мотивчики. Есть кисло-сладкая тема. Да, да, вот не могу понять, что это. То ли кислый виноград, то ли даже какая-то сливовость, то ли вот что-то такое. Это одновременно и сладость винограда, и вот эти шкурки винограда самого, понимаешь, они какие-то кислые. Да, да, если всю вот эту мякоть убрать, вот именно вот… Чисто вот кислинка, это вот именно вот четко я понимаю, что это кислинка вот именно шкура винограда самих. Но при этом, если убрать вначале, это именно сладость, а потом именно кислинка. Причем, такое ощущение, как будто сладость более, мне показалось, винограда, то есть темного, синего, да, а кислинка – это именно зеленого винограда. То есть, как будто разноцортовая маленькая вот винограда использовалась. Ну, шикарно, тоже неплохо, на самом деле. Вкус, в принципе, довольно-таки яркий и тоже вполне себе различимый. Рейтинги, если расставлять, то безусловно, безусловно, для меня представитель номер один – это первое место, представитель номер два – это второе. Так как, если бы во втором не было такого перетягивающего на себя одеяла дерева, он был бы лучше, и тогда бы он мог бы еще хоть как-то спорить с первым, но первый все-таки более интересен. За счет более сглаженного дерева можно подраскрыть какие-то другие. Вот как малограненный бриллиант – это представитель номер два, и сильноограненный бриллиант – представитель номер один. Вот я, в принципе, хотел на этом и сделать акцент. На том, что первый – это именно разносторонний. Он очень разносторонний, и, понимаешь, здесь целая гамма. То есть ты ощущаешь очень много различных. И гамма не просто винегрет, а раз-раз-раз, ты все, в принципе, понимаешь. Тут одно, тут другое. Четкий баланс, и все понятно. Какой-то, получается, момент перетекания. Понимаешь? А у первого, основной плюс, который мне понравился – это его приятная виноградная вот эта тема, понимаешь? Она мне тоже очень сильно понравилась. Ну, литинг твой какой? Дерево, да, я с тобой соглашусь. Тут первый, в принципе, вне конкуренции, я даже так сказал. Потому что именно по сложности, именно по насыщенности это гораздо лучше, однозначно, чем второй. Ну, раз мы с тобой согласны, давай теперь прикинем, кто есть кто. Ну, здесь, на самом деле, для меня никакой интриги нет. Я, в принципе, уже догадываюсь. На мои воспоминания, опять-таки, да, вот как проявил себя Мартель, как проявил себя Курвазье, я могу сказать, что представитель номер один – это Мартель, представитель номер два – это Курвазье. Я тоже думаю, что первый – это Мартель, второй – это Курвазье. Ну, у меня сейчас, знаешь, все-таки есть какая-то тревога, что я ошибаюсь. А у меня прям никакой тревоги. Почему? Сто процентная уверенность. Ну, тогда будем переходить, так сказать, к итогам и посмотрим. Согласен. Право мы оказались с тобой или нет. Чувствую себя каким-то лохом в данный момент, честно говоря. Да, вот всю, так сказать, всю серию роликов у нас Курвазье держался на втором месте. Волцайнерах. Со всеми. И вдруг Курвазье уделал Мартеля. Единственное, что я могу предположить в данный момент, как бы, да, вот как предположение, то, что, опять-таки, Мартель у нас стоит сколько открытым? Ну, год. Ну, а Курвазье, ну, что-то в районе там… Полугода. Полугода, да. Ну, возможно, где-то потерял на моменте то, что выдохся слегонца. Может быть, с другой стороны. Все-таки они оба представители большой четверки. Все-таки это довольно тонкие вещи. Вот сегодня нам нравится одно, завтра нам нравится другое. Сегодня нам кажется, что мы чувствуем здесь одно, завтра нам кажется, что мы чувствуем здесь другое. Вот если бы мы сравнивали их не вслепую, я бы по-любому Мартель бы натягивал. Вот прям… Ну, конечно, конечно. Потому что, ну, однажды он уже… За уши да притянешь, как говорится. Да, я бы прям… Нет, Мартель бы говорил, что лучше. Но, тем не менее, господа, вот слепое сравнение, оно все расставляет на свои места. Оно гораздо объективнее, нежели ты сравниваешь, зная, где что находится. Я, честно, я нахожусь в неком таком замешательстве сейчас. Вот для меня, я говорю, я сейчас каким-то даже себя, возможно, лохом чувствую. Потому что, ну, мое предвзятое впечатление говорило мне обратное. Сейчас мы получили результат, какой мы получили на сегодняшний день. Ну, на самом деле, молодец, круизе. На самом деле, что я хочу сказать. В принципе, любой коньяк большой четверки, он, я так понимаю, стоит своих денег. Имеет место быть. Имеет место быть. Сегодня вам сыграет одно, завтра вам сыграет другое. То есть, вот сегодня, возможно, у нас такое настроение. Тем не менее, мы оба ощутили так, что круизе нам зашел сегодня поинтереснее. Ну да, да, был более многогранный. Как ни удивительно, но это факт. Я советую всем, кто хочет, как бы, познакомиться с французскими коньяками, познакомиться с ними со всеми. Чтобы понять именно, ну, всю картину. Скажем так, вы не лоханетесь, если возьмете любой французский коньяк из большой четверки. Да, а лучше все. По очереди. Ну да, и опять-таки, не пейте их сразу. Это не напиток для какого-то застолья, для какого-то бухалова. Это напиток, который должен потихоньку уходить, так сказать, в течение года, может даже больше. Потихоньку, помаленьку, там, раз в месяц. Под определенное настроение, именно когда хочется посидеть, поразбираться, посмаковать. В данном случае это будет именно тот напиток, который мы можем вам рекомендовать для данных нужд. Поэтому, господа, любой напиток из большой четверки, по мнению нашего канала, имеет место быть. Да. Можете, в принципе, смело брать. Конечно, цена в среднем полторы тысячи за 0,5 литра довольно-таки накладно. Тем не менее, это не тот напиток, который ты берешь на один вечер. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бейте колокольчик. И самое главное, не бухайте, занимайтесь спортом. Субтитры подогнал «Симон»